всем привет добро пожаловать на канал сегодня я хочу разобрать тему пресетов а именно что то такое как это работает и как выбрать правильное место где взять эти пресеты я буду это все делать на примере плагина the hunts скажу сразу я не любитель пресетов так как в интернете масса людей которые делают свои пресеты продают их за большие деньги но не объясняют даже для чего они нужны и как с ними работать скажу сразу что про компанию the huntser я знаю давно и примерно месяц назад они связались со мной предоставили мне доступ к своему программному обеспечению чтобы я мог посмотреть попробовать сделать честный обзор на эту программу то есть это значит что это не реклама это просто мое видение данного софта неважно это хорошие мысли о нем или плохие в целом почему меня заинтересовало данное предложение так как это по сути те же пресеты но от довольно таки популярной компании которые ты можешь взять по подписке на официальном сайте всегда платят стабильную сумму также они имеют кучу обзоров о том как с ними работать и если вам нужно даже есть туториалы начнем с того что из себя представляет сама программа the huntser по сути это утилита то есть плагин для photoshop lightroom davinci resolve premiere pro affinity photo и еще нескольких программ точно не помню меня интересовало именно photoshop и lightroom в этой программе вы довольно таки легко может добиться от большинства фотографий схожести с пленочным кадром то есть это идеальный софт подходящий для тех кто любит пленочные фотографии киношную картинку также картинку где много зерна и в целом им нравится такой стиль давайте же сразу перейдем к компьютеру и я на примере одной из своих фотографий покажу как работать с этим плагином установить данную программу можете на сайте the huntser точка ком я его оставлю в описании нам понадобится скачать утилиту пройти стандартный установщик который установит этот плагин в ваш photoshop lightroom или куда вам надо далее мы просто открываем photoshop выбираем нашу фотографию забрасываем самая главная ошибка тех кто работает с пресетами это то что они не подготавливают свою фотографию к работе с этим пресетом мы должны понимать что сам пресет был сделан на основе какой-то определенной фотографии а данный плагин рассчитан на работу с сырыми файлами и схлопнутым форматом видео то есть по сути нам нужно привести нашу фотографию максимально не контрастному состоянию и понизить светлые тона немного высветлить черное для этого мы на моменте работы камера raw ничего не делаем с цветом делаем немного меньше контрастности убираем светлую область также добавляем вправо немного тень оно станет чуть светлее и чуть-чуть убираем света в белых тонах далее опускаемся в детализацию и убираем резкость смотрим до после сейчас наша картинка больше похожа на схлопнутый формат сырого видео или в целом на сырой формат фотографии я думаю даже контрастности можно убрать чуть больше до после все сейчас это все готово мы просто открываем фотошопе эту картинку и чтобы начать работать дхансере нам нужно зайти в фильтр и мы видим что внизу у нас уже установлен плагин дхансер открываем все далее интерфейс таков фотография по центру слева у нас будут все пресеты здесь есть уже некоторые папки которые сам дхансер приготовил для вас а также вы можете по списку выбрать любой из них если вы просто уже занимаетесь этим и знаете какой вы хотите если же нет просто листаем подбираем пресет который будет хорошо подходить на вашу фотографию допустим я не буду далеко уходить мне нравится вот этот с левой стороной разобрались далее у нас снизу под фотографией мы можем видеть гистограмму на которую будем смотреть в процессе редактирования фотографии далее идем в правую сторону и здесь у нас все бегунки регулировки этой фотографии для начала чтобы я советовал вам сделать это перейти в самый низ и активировать виньетку а точнее активировать и настроить без виньетки и с ней это очень хорошо отображается на гистограмме то есть мы ее немного выровняли за счет того что у нас вот тут была просадка в темных тонах далее вы можете настроить так как вы хотите я не буду это трогать потому что меня это все устраивает после виньетки мы идем в самый верх здесь все как в лайтруме настраивается экспозиция и в целом баланс белого я бы для этой фотографии убрал немного экспозиции буквально на минус 005 и добавил немножко пурпурного где-то на 5 сверху мы можем смотреть до после превью увеличивать и отключать гистограмму превью до после уже фотография смотрится гораздо интересней далее после этого я советую спуститься и немного настроить зерно идем вниз и видим пункт Film Grain тоже его активируем если он не активирован и немного можем приблизить чтобы посмотреть на разницу между моделью и бэкграундом немного добавим зерна отдаляем и пробуем до после также здесь можно добавить зерно больше в тенях в средних тонах или в светлых я немного добавил в средних тонах мне кажется так будет лучше далее сразу спускаемся еще чуть ниже переходим в раздел Halation тоже его активируем по сути он делает некое свечение в самых контрастных участках вашей картинки он улучшит тон кожи и придаст некого интересного свечения в местах где у вас есть лампы, блики, ночной свет какой-то неон он просто станет немного более объемным и красивым также можете поклацать и понастраивать это после чего мы поднимаемся выше в раздел Expand и правим нашу гистограмму по сути мы поправляем точку черного и точку белого по гистограмме мы можем видеть что у нас в черных тонах довольно таки большой завал мы берем точку белого и немного поправляем вправо тем самым мы отводим от максимально черного значения наши пиксели немного влево также если бы у нас был завал по белым мы могли бы в точке черного поправить тоже в левую сторону и отвели бы дальше пиксели но у нас там довольно таки неплохо поэтому просто поправляем так чтобы оно было почти к краю то есть наша задача заполнить вот эти вот участки чтобы они доходили буквально до самого низа и здесь и здесь но при этом не упирались в боковой участок далее на самом деле ваша картинка может уже вас устраивать и вы можете ее выводить но я советую еще немного посмотреть посмотреть по настройкам и возможно что-то поменять может станет даже лучше иногда стоит зайти в раздел Print он нужен именно для тех кто хочет получить пленочную фотографию в максимально идентичном стиле для этого у нас в разделе Profile мы можем выбрать на какую пленку на какой тип бумаги мы хотим наносить эту фотографию допустим мы можем выбрать кодек 2383 фотобумага и у нас уже получается свой своеобразный стиль в таком случае я бы еще немного подредактировал эту фотографию опять же в этих же точках черного-белого так как мы видим что у нас тут завалилось все вот и последнее что нам нужно это Color Head по сути здесь мы правим цвета это бегунки желтый-синий магенто-зеленый циан-красный а также правим тона это все тоже есть в Lightroom в Camera Raw просто там это на мой взгляд удобнее реализовано но здесь если вы знаете как работать там здесь абсолютно не сложно этим заниматься как мы видим после выбора фотобумаги у нас изменился цветовой тон лица и мы можем убрать немного мадженты отсюда добавить немного желтого и немного красного тем самым мы выровняли плюс-минус цвет лица у нас картинка осталась киношная уже цвет неестественный но при этом он не такой как был при сыром выборе фотобумаги и еще раз важное то что данный плагин не предназначен для того чтобы вы сделали естественную фотографию это все для арт съемки для кинематографических кадров для пленочных кадров которые всегда отличаются от того что мы видим в жизни последнее что бы я сделал это поигрался бы с тонами убрал бы немного в среднем в средних тонах и в светлых ну и на данном этапе меня фотография устраивает я смотрю до после такой мы ее загрузили такой мы получили дальше что я делаю я нажимаю ok тем самым моя фотография загружается в фотошоп в таком же виде как я ее там сделал и здесь я могу уже дальше ее редактировать что я советую я советую в начале когда вы забросили фотографию в фотошоп подготовили ее в камера RAW и перед тем как переходить в Dehancer сначала сделайте ctrl J дублируйте слой чтобы у вас основной главный слой остался таким же как и был а новый уже был редактированный через Dehancer таким образом вы сможете имея ваш оригинальный слой фотографии если вы увидите что вы перестарались на вашей фотографии с Dehancer вы можете убрать непрозрачность заливку немного на 20-30% тем самым понизить степень влияния данного плагина на эту фотографию и добиться идеального результата для вас как я уже говорил до этого данный плагин вы можете скачать на сайте Dehancer.com вы можете выбрать любую подписку под то что вам нужно неважно это видео обработка или фото обработка на сайте имеется бесплатный пробный двухнедельный период также вы можете использовать промокод Armored и получить 10% на любую из ваших подписок мое же мнение по этому поводу я считаю что данная программа на голову выше любых пресетов которые вы можете купить у любого фотографа в интернете как минимум потому что она постоянно обновляется у нее есть техподдержка у нее есть гайды у нее есть куча блогеров на ютубе которые могут вам рассказать как это работает и для себя в качестве фотографии я возможно буду ее использовать изредка так как я уже привык самостоятельно добиваться той картинки которую я хочу если мне нужен киношный стиль я знаю как его сделать самостоятельно но вот в качестве видео я еще развиваюсь и там формат более подходящий для того чтобы использовать данные пресеты и я думаю что для видео я буду эту программу использовать прям довольно таки часто еще напоследок хотел бы сказать что для тех кто любит фотографировать на телефон у них также есть приложение и для вас вы также можете его скачать но не забудьте перед обработкой вашей фотографии немного ее подкорректировать немного убрать контрасты светлые тона и немного добавить цветов темных я возьму одну из своих фотографий теперь попробую открыть эту фотографию в Dehancer находим фото загружаем выбираем пресет допустим этот выбираем загрузить и здесь есть все нужные нам вкладки можем видеть нашу картинку до и после так что на этом все вы можете смело идти и пробовать это приложение сами решайте подходит оно вам или нет если у вас есть другое мнение по этому поводу смело пишите его в комментариях если нравится такого типа видео ставьте лайки всем пока 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 пока